друзья всем привет и с вами я михаил шилов смотрите наступила настоящая глубокая осень все желтое все красивое но и даже уже можно сказать что некоторые деревья стоят голые они потеряли листья и дна улицы достаточно прохладно изо рта и с утра идет пар но это не повод прекращать утренние тренировки и вообще тренировки на улице обязательно надо идти заниматься в парке надо заниматься идти в скверы на спортивные школьные площадки и заниматься бегом стритворкаутом а почему когда-то я по этому поводу записывал уже видео подкаст и рассказывал о том почему осенью заниматься круто круто несмотря ни на что ну это видео уже на моем канале на ю тубе ушло куда-то там далеко в просмотры и те кто давние просмотры и те кто на мой канал подписался совсем недавно они могут это видео не увидеть не найти потому что она доступна в основном тем кто подписан на мои рассылки и видят те видео которые входят в материалы рассылок вот на моих сайтах на будушин точка ру макевара точка ру корректура доктор шилов и так далее вот поэтому я повторюсь немножко добавлю что-то не назову но тем не менее вот в чем суть понимаете дело в том что осень это по своему мотивирующему фактору на уровне разумного но то сознание действительности вообще приравнивается к новому году к новому году человек почему-то всегда притягивает какие-нибудь изменения даже больше чем к своему дню рождения если он что-то планирует в жизни поменять он ждет нового года и пытается к этому что-то приурочить я конечно записывал видео подкасты рассказывая о том что не надо никогда тянуть до понедельника новые не знаю до дня рождения для чего-то еще чтобы начать действовать ни в коем случае если что-то правильным считаете действуйте прямо тут же но тем не менее если вот уже осень наступила почему бы и дополнительно не промотивировать себя тем чтобы приурочить это к осени понятия осень традиционно ассоциируется с какими-то новыми начинаниями знаниями новые творческой деятельностью вообще не учеными доказано но не доказано а есть такая теория которая в общем-то имеет обоснование под собой что осенью в человеке просыпаются очень сильно творческие какие-то мотивы и мотивы к действию вообще он он более замотивирован ну это и в плане творчества и в плане разумной какой-то деятельности эти и дело в том что летом человек занят очень сильно собой в плане получения удовольствия от того что а вокруг его тянет на речку в лес нам гулять отдыхать и так далее вот кто-то наоборот лето рассматривает как труд в такой вообще именно в том плане что надо успеть что-то сделать пока тепло там пятое десятое в общем все время и лето такой вот фактор когда мы отвлечены мы занимаемся текущей какой-то деятельностью будь то отдых или работа а вот изменять что-то и делать что-то по-новому как-то мы начинаем тогда когда этот период заканчивается помните как после лета хотелось в школу да и не только потому что там самки друзья мы начинали пролистывать учебники заново дни это полученные мы их читали мы ждали что нам хотелось учиться до хочется что-то поменять изменить осень это несмотря на то что нападают листья человек начинает осенью жизнь как бы с нового листа он именно раскрыт для чего-то нового и для тех кто не занимался кто летом не занимался бегом не занимался стритворкаутом вообще не планировал заниматься на улице очень прекрасный повод чтобы начать билет а осенью заниматься очень удобно и хорошо я конечно понимаю когда на улице дождь морозь слякоть да не очень не очень в кайф да это я сам но когда вот такая погода пусть нет солнца пусть даже пасмурно но сух и вообще в принципе комфортно хотя и достаточно холодно это самое то потому что когда посадки прохладно заниматься намного легче много легче надо просто правильно подобрать одежду чтобы не потеть и не простыть вот и все и тогда будет просто великолепно заниматься легко бежать легко те кто людям бегом занимаются регулярно так как я например не знают что и летом ты бегать лучше с утра потом легче потому что прохладно эти вы и тем не и придачу ко всему из-за того что прохладно вы тратите больше калорий пока вы бежите вы хорошо согреваетесь новые тратите больше калорий потому что вам надо лучше согреваться вам надо не просто калорий а потратить вам еще нужно и тело согреть то есть терморегуляция работает активнее учитывая то что осенью вы еще в одежде теплый еще больше тратите это особенно важно для тех кто занимается с гонкой веса вот поэтому вообще очень удобно смотрите и еще что добавлю если даже на улице пахмурно и вот вам кажется что вот погода не очень друзья купите такие вот очки как у меня желтый мне задавали вопросы раньше я на этот вопрос так отвечал уже что это за очки это обычные очки без диоптрии без ничего это абсолютно то есть манимом есть дорогие есть они дешевые у меня всякие разные есть но в желтой понимаете у вас таких очках в любой пасмурный день будет солнечно и вы ничего не потерять им даже продлите лет а учитывая то что осенью много красок желтых если красных в желтых очках от вообще принять это просто сама пестрота настроение повышается просто выше крыши даже в любой пасмурный день опять же почему хорошо заниматься осенью важна мотивация причем вам в это все рассказываю и вообще в любое время года для того чтобы эффективно и классно заниматься может что-то создать извне а вы можете создать вы себе сами это реально вас у легко создавать я сейчас вам говорю те факторы которые реально будут поднять вашу мотивацию на занятия потому что это правильно в общем-то да смотрите осенью что хорошо вот многие не хотят выбираться на улицу не закупориваются на работе дома идут после работы в какой-то бар там или я не знаю в смысле телевизором если летом их еще тянуло в сквер в парк погулять со своими детьми там я не знаю что-то это поделать там на речку выбраться пойти в лес там все вот сейчас нет такого желания у абсолютного большинства людей они даже могут уйти в какую-то на уровне эмоции депрессию то есть они хотят действовать это что-то менять хотят учиться чему-то новому знают понимать что это важно и чувствует такой сами позыв но на улицу выбираться не хочется понимаете прогулки на улице они стимулируют мозговую умственную деятельность когда вы просто ходите по сквером паркам гуляете по стадиону даже просто пешком вы находитесь в креативном состоянии поймите люди гениальные такие как там пушкин александр сергейч они именно прогуливаясь по осенним парком все они набирались впечатлений у них возникал новые идеи мысли эмоции которые позволяли им быть более эффективными эти это очень здорово это здорово просто нужно себя уметь правильно промотивировать правильно и вот тренировки на улице осенью это способ выбраться из дома подышать воздухом вкусить особые осенние ароматы они совсем другие они не такие как летом у каждой поры свое есть очарование понимаете это это круто вот поэтому все говорит за то что не надо скидывать осень со счетов и переживать этот период и пытаться предположим куда-нибудь умотать чтобы продлить захватить еще дополнительное лето можно можно если вы тренированный спортсмен который может работать везде там да и на отдыхе и все и вы тренируетесь замечательно но если вы не такое вы только собираетесь начать это в основном нарисовано тем кто только собирается потому что спортсмены тренированы для них нету плохой погоды для меня такой погоды нет а на тех кто за здоровый образ жизни им нужен все-таки маленький такой кик с маленький пиночек такой в одно место вот для них это вот все и рассказывается и осень она еще раз повторюсь самое то время в чем-то лучше чем лето в чем-то лучше посмотрите какие красивые желтые листья посмотрите есть и полетели падать круто и вы будете бежать втыкайте наушники в уши вот у меня витали все слушайте аудиокнигу или любимую вашу музыку я лично предпочитаю аудиокнигу мотивируйтесь и занимайтесь и у вас за осень можно столько успеть еще пускай сейчас октябрь ноябрь пока снег не выпал а там я расскажу вам как действовать дальше всем пока удачи друзья